стал жертвой маркетингового хода всем привет вы на канале деревни в подмосковье и меня зовут алексей давайте разбираться в чем же причина насколько вы помните уже пошла третья неделя с того момента как я затеял проект продуктовая корзина 2020 в чем она заключается в том что на неделю я себе выделяю тысячи рублей и пытаясь на эту неделю прожить причем не стараться есть наверное там какой-нибудь бомж обед или еще что-то а более или менее есть то что мне нравится из чего можно приготовить и при этом чтобы было сытно поэтому я определил что на неделю будет где-то порядка тысячи рублей в качестве супермаркета я для себя выбрал такую торговую сеть как дикси ну и поехал туда давайте посмотрим что же на этой неделе я купил из товаров итак под первым пунктом нас пойдет сахар здесь килограмм чтобы не покупать всякие воды не тратить на это деньги я решил что варю компоты но те кто смотрели мои предыдущие видео те прекрасно знают что у нас есть свой сад и поэтому мы варим всякие вкусные компотики также я выбрал гречневую крупу брал самую дешевую приехал домой разобрался в чем ее дешевизна не открывая пакета но сбоку здесь есть как раз можно посмотреть в чем же суть этой цены низкой а суть этой цены как раз заключается в том что это гречневая крупа очень мелкая я не знаю какая она будет по вкусу на что это повлияет вкусно это невкусно либо она развалится либо наоборот будет слишком сухая это я уже пойму в процессе приготовления по интересной цене мне показался есть такой замечательный чай ричард так как мне нравится лорд грей чай с бергамодом то мне очень понравилась цена и у меня чай заканчивается я решил что буквально наверное прикуплю себе одну пачечку чтобы было в качестве макарон на этой неделе я взял бариллу цена была очень хорошая цена по акции поэтому мне в принципе понравилось я решил что мне подойдет дальше так как я люблю разные виды сыров решил взять себе на этой неделе сыр гауда его можно и с чаем с кофем можно потереть там я не знаю те же макароны сыром например сделать либо на мясо то есть применение сыра она прям вот обширная на этой неделе я затеял одно блюдо какое вы узнаете следующего видео так как я буду готовить себе еду на следующую неделю и вы естественно все сможете посмотреть но в любом случае я взял себе вот такие вкусненькие шампиньоны хотел себе выбрать шампиньоны замороженные или свежие к сожалению в этом магазине дикси этого ничего не оказалось и даже более того вот эти вот шампиньоны стояли единственные по цене там были подороже цельные и подешевле были порезаны и про цены я вам сейчас все расскажу еще взял себе десяток яиц так как яйца у меня уходит достаточно быстро упаковку по категории c0 оказались цена доступная собственно мне по цене понравилось также взял себе для плова магия я считаю что здесь все сбалансировано здесь есть морковь лук то есть если у вас дома этого ничего не окажется то в плане приготовления плова на мой взгляд идеальный вариант и не надо никуда ехать ни на какой рынок и не просить чтобы наши меньшие братья что-то вам понасыпали так как опять-таки вкус у всех разные кому-то кажется что количество вот этих ингредиентов лучше будет либо больше либо от этих вкуснее будет а здесь вроде как бы уже вот собственно для моего вкуса уже все подобрано следующим пунктом моего рациона на этой неделе будет курица бедра хотел взять крылышки крылышки решил что наверное брать не буду и по приемлемой цене оказались куриные бедра здесь 800 по моему 802 грамма на мой взгляд цена показалась очень доступная и как раз последним пунктом у меня идет фарш оставил его так сказать на закуску именно с ним на мой взгляд я как раз и стал жертвой всех супермаркетов рассказываю популярно в чем причина приходя в какой-нибудь из супермаркетов мы очень часто ищем глазами скидки на тот или иной товар но не всегда честно с нами поступают эти сети в чем заключается да все банально просто я ходил смотрел увидел чай со скидкой по желтому ценнику естественно я его взял я увидел спагетти тоже со скидкой взял ну и вроде как бы я уже привык чуть-чуть под расслабился пошел по магазину пришел к мясу и увидел тоже желтые ценники и увидел замечательную цену на этот фарш но так как я очки забыл дома это меня конечно же не освобождает от ответственности от того что я этого не увидел но бдительность моя естественно была притуплена и этим грешат очень многие супермаркеты очень многие сети на фарш и на ценнике он был такого же желтого цвета и было написано 1 плюс 1 цена была значительно ниже я вроде как бы повелся думаю отличная цена возьму себе упаковку хотя заплатил по стоимости как за две упаковки и на кассе естественно промолчали мне слова не сказали что этот товар по акции и если возьмете еще одну то у вас цена будет дешевле получилось что я платил полную стоимость хотя собственно я хотел именно именно на эту стоимость что-то сэкономить и может быть что-то даже еще взять и как я не крутился как я не старался сэкономить чтобы у меня была сумма меньше тысячи у меня к сожалению не получилось я вышел на этой неделе на достаточно высокую цену как мне показалось на всю стоимость товара но давайте наверное пробежимся по ценам что же у нас получается по стоимости на этой неделе начнем по порядку и так чай лорд грей 6499 макаронные изделия это в моем случае барилла 5499 фарш домашний тот на чем я обжегся 159 рублей а по стоимости он лежал 89 рублей и мне конечно по этому поводу очень обидно бедро 119 рублей стоит килограмм 70 мне она обошлось за 802 грамма 96 рублей смесь маги на второе 44 рубля 45 копеек сыр гауда 130 рублей 89 копеек масло масло я беру стандартная брест литовский мне он очень нравится но здесь цена гораздо ниже нежели я брал скажем на прошлой неделе в другом супермаркете здесь цена уже 139 90 грибы шампиньоны так как они были единственные я сказал ранее то они мне обошлись 99 90 крупа гречневая 59 99 и сахарный песок у меня получился 23 рубля 90 копеек скидка с этого чека меня почему-то написано 0 рублей 20 копеек непонятно но ладно не столь важно и по стоимости на всю сумму товара мне обошлось 938 рублей без каких-либо копеек хотел сэкономить но к сожалению не получилось поэтому друзья когда вы ходите по магазинам будьте конечно бдительны будьте внимательны очень многие сети грешат именно таким подходом конечно на мой взгляд было бы логичнее если вы ставите ценник на скидку правильнее было бы его к примеру сделать пусть даже желтым но если вы делаете какой-нибудь товар по акции но я считаю что не совсем правильно людям голову дурить понятно что это наша ответственность и мы должны читать все что написано на ценниках но не всегда есть возможность и у всех есть возможность это разглядеть правильнее было бы если бы все-таки ценники отличались например зеленого красного любого оранжевого в конечном итоге цветом но увы они все желтые а так как изначально мы уже довольны что смотрите везде скидки наша бдительность буквально на нуле и мы берем все по стоимости а по приходу домой кто-то конечно не проверяет чеки так оставляет как есть в моем случае я проверил и увидел что сам себя обманул ровно на стоимость еще одного фарша на вам большое спасибо что посмотрели мое видео делитесь моим видео в соц сетях подписывайтесь всем пока